Хочу ободрить каждого из вас. Продолжайте уповать на Господа, потому что уповающий на Него не будет постыжен. Он проведет через все трудные обстоятельства, жизненные невзгоды, и не допустит нам проходить через что-то то, чего мы не сможем пройти. Если же Он и допускает те или иные ситуации в нашей жизни, в вашей жизни, это не означает то, что мы не сможем это преодолеть. Мы с Ним преодолеем и все победим. Написано, ибо вот чма покроет землю, мрак народа, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Висайе написано. Не это ли происходит вокруг нас, друзья мои? Я поделюсь с вами некоторыми откровениями и слова Божие, о которых я размышлял не так давно. Иисус Христос в Иоанна 10 главе говорит о том, говорит о цели своего прихода на землю. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком. И жизнь, предлагаемая нам Господом, она не поддается исчислению. Не поддается исчислению земными размерами, земными благами. Жизнь не колеблется в зависимости от того, приятно нам или нет, уютно нам или нет, хорошо нам или нет. И кто-то возразит, возможно, сегодня. Мне очень тяжело в это поверить. Моя жизнь – это все, кроме избытка. Избыток чего я имею? Я рад, что вы задали этот вопрос, друзья мои. В Евангелии Иоанна, в 15 главе, я нашел шесть ключевых истин, которыми мы с вами обладаем, как христиане. Мы имеем изобилие истины. Мы имеем изобилие любви, его любви. Мы имеем изобилие радости, его радости. Мы имеем изобилие цели, божественной цели. Мы имеем изобилие возможностей. Мы имеем изобилие духовной помощи, неспосылаемой свыше от него. Друзья мои, Бог не оставил нас на произвол судьбы с тем, чтобы мы боролись своими собственными силами, не ведая, получится у нас или не получится. Апостол Павел к Ефесянам 3 главе, по-моему, в 20 стихе говорит, о том, кто действующего, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего. Поистине и несомненно то, что в Иисусе Христе и со Христом мы имеем несравненно больше всего, то есть мы имеем избыток. Миру этому не понять. Многим этого не понять. Каким образом, как истинные христиане, мы всегда полны его радости, имеем изобилие, его любовь, его истины, его цели. Почему тогда, когда все, не имеющие познания о нем, находятся в тревогах, в страхах, в уныниях, в недоумениях и не находят выхода? Почему даже сильная мира этого не находит ответа, находясь в тупиках и не зная, что делать? Разводят руками. Но Писание очень конкретно и определенно говорит о том, что ожидает человечество перед его приходом за его церковью. Написано, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Написано, ибо силы небесные поколеблются. Христос сказал в Луке в 21 главе. Ответы, друзья мои, почему нас с вами это не коснется и по большому счету не касается, заключены в его слове. Почему? Мы верим истине, мы ходим в его любви, мы укрепляемся его радостью, мы стремимся к цели, мы используем каждую возможность для проповеди Евангелия, даже в этих ситуациях. Мы зависимы от Духа Святого. Когда я поступаю таким образом, я созидаю фундамент для избытка, и духовного избытка, и материального обеспечения, сверхъестественного обеспечения, неспосылаемого Богом, даже в условиях экономических или социальных потрясений. С каждым днем мы все ближе и ближе приближаемся к пришествии, друзья мои. Но чтобы устоять в эти трудные времена, Бог дает нам надежду, свой мир, укрепляя нас своей любовью, с тем, чтобы мы не находились в отчаянии. Бог же мира, надежды и любви, да пошлет вам свой мир, надежду и свою любовь, чтобы устоять в непоколебимой вере и уповании на него. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok